Привет всем! Сегодня будем гнать снова брагу. Брага у меня на дрожжах была прессована для хлебовыпечки. Сейчас даже покажу. Вот такие вот дрожжи. Они идут килограммовые. Я их порезал по 200 грамм. Бак позволяет только сделать брагу на 10 литров. В общей сложности вместе с килограммом, с двумя килограммами сахара. Поэтому она отыграла за 5 дней. Так, все запустили. Сейчас она будет набирать свои обороты температуру. Прогоним просто в вульбуляторах пустых. Снимем головы, уберем их и заправим в вульбуляторе. В этот активированный уголь. Докинуем 4 пачки. В этот вульбулятор эксперимент. Шиповника плоды. Я-то думал только плоды и шиповника, два шага не дочитал. Фильтры пакетов. Хороший чай. Типа. Фильтры пакетов. Таких вот. Молотый исполнил. Не пофиг. Попробуем сюда закинем. Не знаю сколько. Бас пакетиков на пакетиков 10. Киданем. И попробуем вот такой вот мяту. Мяту-то, ну, прикольное тоже. Пахнет. Пахнет нечего. Сейчас открою. Вот такой вот мяту. Ну, что-то она мне напоминает другое. Зеленый чай. Так, сюда закинем и посмотрим, что у нас получится. Какие у нас ароматы будут. На вульбуляторах я своих, чтобы, потому что они, если постоянно их по-разному закрывать неплотно, вот такие вот сделал, прилепил холодную сварку здесь и на банке, на крышке и на банке. Теперь они четко, когда сюда поворачиваешь, закрывается все нормально плотничком в одном положении. Ну и так можно будет, в принципе, начинать. Все включено, все готово. Ждем через сколько он начнет кипеть. Дальше покажу. Так, ну что, вот у нас закипело. Пошел процесс. Голову сейчас уберем. Где-то вот столько. Вот побольше. И будем добавлять активированный уголь и мяту шиповку. Ну вот, вот что получилось. Засыпали мы уголь, 30 таблеток, 3 пачечки. Засыпали наш шиповник и мяту. Я не знаю пропорции, просто засыпало все на глаз. У того ложки где-то 3 мяты. Ну и так же шиповник. Вот голову. И их сейчас уберем. Так, ну и вот, что у нас получается. Сколько уже? Ну полтора литра. Самогона взяли. 60 градусов где-то. Ну еще померяю потом по концовке. Запах, конечно, да. Насчет шиповника не знаю, но то, что мятын шторит, это по-любому. Ладно. Дальше видно будет, что получится.